Так, ставим запись. Слышно хорошо, да? Всем доброе утро. С вами Екатерина Чистополь. Приветствую вас из солнечного, жаркого города Тольятти. И сегодня у нас особенный день. Сегодня мы подводим итоги. У нас прошло два этапа марафона. То есть первый марафон, он был две недели по запуску бизнеса, MLM бизнеса, основы, базы. Также несколько было тем направлено на личностный рост. И сейчас у нас закончился второй этап марафона по развитию бизнеса в социальных сетях. Сегодня мы будем подводить с вами итоги. И я хочу вам сказать, во-первых, поздравить всех марафонщиков, что они достойно прошли вот эти три недели. Многие старались, у многих пошли первые включения. У кого-то рекорды по доходам. Я могу сказать, что мы с вами сделали рекордный товарооборот. Вообще за все время, которое у нас было. То есть я полтора года в этом бизнесе, у нас с вами рекорд. Я вас с этим поздравляю. Цифры я озвучу в конце. И, конечно, в первую очередь мне бы хотелось сейчас передать слово нашим марафонщикам. Пишите, кто хочет первый выступить. Пишем буковку Я. Я вам буду давать слово. Пожалуйста, ребят, не надо там каких-то там феерических слов. Я вас прошу сказать свое личное свидетельство, чему ты конкретно научился, что для себя взял. И что, может быть, какие изменения в жизни у тебя произошли. Значит, вот как букву Я написали в этой последовательности. Я буду давать слово. Так, не все написали. Так, передаю слово Юле Диколь. Юля, слово тебе. Слышно, должно быть еще видно. Поставьте, пожалуйста, меня слышно и видно. Вот, есть я. Субтитры сделал DimaTorzok Или давай еще раз. Что-то вылетело. Так, должно быть. Что-то вылетело. Субтитры сделал DimaTorzok Есть. То есть, чему учились? Учились ставить цели. Учились выбирать целевую аудиторию. Оттачивали, хоть и, в принципе, считаем себя мастерами приглашения. Но, в любом случае, мы его оттачивали. Мы учились раскручивать страницы в соцсетях. И, на самом деле, сегодня это приносит очень серьезный результат. Много тем, очень важных, очень нужных, которые помогают сейчас нашему бизнесу. И, как Катя уже сказала, результат, да, действительно, он просто радует. Он действительно рекордный товарооборот за три недели. Не буду озвучивать. Катя в конце скажет обязательно. Но такого товарооборота действительно команда у нас еще не видела. И, что хочу сказать. У нас осталось совсем немного времени. Если вы следите за информацией компании, то знайте, что для сети это несколько месяцев. Но также будут следующие продукты. Потому что компания очень сетью своей дорожит, всеми людьми. И, что я хочу сказать. Что можно оставаться наблюдателями, видеть, как становятся успешными другие люди. Причем обычные женщины, обычные мужчины, которые многие не имели опыта в сети. А можно просто, ну, скажем, впрыгнуть в эту гущу событий, где тебя обязательно поддерживают. Где тебе помогут, объясняют. Самое главное, подкорректируют. И сделают вместе с тобой результаты. Я хочу поблагодарить команду, которая была вместе со мной в этом марафоне. И мы через несколько дней буквально встречаемся на Тургаяке, на супертренингах Вадима Чаракова. И это, скажем, третий этап этой системы, этого марафона. Потому что я знаю точно, что с этой поездки эти люди, которые там будут, они абсолютно вернутся другими. И это будет уже следующий результат. Я хочу поблагодарить своего любимого наставника, Екатерину Чистополь, за то, что она, как, за то, что ты просто у меня есть. Сегодня это мой друг, это мой наставник, это мой близкий человек, мой партнер. Я тебя очень сильно люблю. Я благодарю Вадима Чаракова за эту систему, за его дальновидность, за его ценность к людям. И внимание, потому что такого, поверьте, нет ни в одной сети, ни в одной структуре. И отдельно, Катя, Вадим, я вас хочу поблагодарить за то, что однажды вы мне раскрыли суть вообще, в принципе, моего нахождения в сетевом маркетинге. Помогли на эту суть правильно взглянуть, скорректировали мое видение. И то, что сейчас со мной происходит, это полностью результат работы со мной, моих наставников. Я думаю, что, Катя, ты понимаешь, о чем я говорю, потому что я сегодня действительно счастливый партнер, я счастливая мама, и я очень счастливая женщина сегодня. Поэтому, ребят, я благодарю вас за то, что вы были рядом с вами. Я и в огонь, и в воду, и на Тургаяк. Юля, благодарю, благодарю за отзыв. Так, Надежда готовится. Ребят, пожалуйста, говорите свои результаты, то есть кто сколько денег сделал, потому что это тоже важно. Я знаю, что у кого-то там еще небольшие результаты, но вы уже их сделали. Важно ценить малое, тогда придет еще больше. Не надо сравниваться, что у кого-то больше, у кого-то меньше. Главное, все равно финансовый результат. И плюс, конечно, то, что лично вам для вашего роста и развития дал марафон. Надя, передаю тебе слово. Так, и следующий, по-моему, там Галина готовится. Здравствуйте всем. Как меня видно, как меня слышно. Поставьте плюсики. Хорошо. Я хочу дать свой отзыв о завершении марафона, закончится очередной марафон, что я получила после этого марафона. Ребят, ну это просто супер, меня просто, я скажу не совсем цензурно, но меня штырит. Я третий день не сплю, я встала в 4 утра, я знаю, как нужно правильно поставить цель. Как выбрать целевую аудиторию. Это что я получила для себя. Я поставила себе цель, я вижу себя на тургаяке. Я мечтаю быть там, с моей командой. Я благодарю своих партнеров, которые были рядом со мной. Очень благодарна своим наставникам, это Екатерине Чистополь и Вадиму Чарокову. Благодарю вас за то, что вы есть рядом, за то, что вы вообще есть у меня. В общем, я сегодня уже много дел сделала. Я не только поставила цель. И вы знаете, я выбрала целевую аудиторию. Я поменяла ее абсолютно раньше, это было просто невозможно. Это внутри, это какой-то страх. Сейчас его нет. Вы понимаете? Люди намного выше меня. Ну, как мне казалось, ранг у них статуса. Знаете, у нас у всех определены статусы. Директор, начальник. Сейчас все равно, они все равно все люди. Вы понимаете? И благодаря этим марафонам, да, где-то... Я сегодня, конечно, не успела написать отзыв о марафоне, о том, что я получила, какой результат, какой результат у меня, какой опыт я приобрела. Ну, вы знаете, я немного фокус вместила на другом. И сейчас у меня мой результат, это мой ранг. И я надеюсь поблагодарить всех лично на Тургаяке. Я еду, ребята, с вами, я это сделаю. Вот. Я благодарю всех. Большое спасибо всем. До свидания. Благодарю, Надя, за отзыв. Чувствуется человек в хорошем состоянии духа. А состояние духа, оно определяет будущий результат, да? Поэтому я думаю, что ты сделаешь, сделаешь. С таким внутренним настроем можно горы свернуть. Виталий перед... А, подождите, Виталия. Галя, Галина, передаю тебе слово. И говорите, пожалуйста, все-таки говорите результаты по включениям, по товарообороту, по доходу. Меня слышно? Вижу, должно быть, меня слышно. Но я действительно хочу поделиться ощущениями именно от тренинга. То есть я не новичок в продвижении в социальных сетях. Очень давно везде, отовсюду хватало эти знания, проходило разное обучение. Но что я хочу сказать, что данный тренинг, он отличается абсолютно от всех остальных по одной простой причине. Потому что наш тренер, Екатерина, она дает нам именно те знания, которые дают реальный результат. Начиная... То есть все наши тренинги, они очень грамотно составлены и подобраны. То есть каждый из них усиливает другой. То есть начиная с позиционирования себя в социальных сетях, потому что сейчас это очень важно. То есть мы же понимаем с вами, что если сейчас век интернета, то что нам это дает? Это очень сильно, во-первых, расширяет границы, то есть нашу географию. Это сильно расширяет вообще наши возможности. То есть нет страха, что твой список когда-то закончится. Вот знаете, наверное, вот самый важный урок из того, что я здесь получила, что я наконец осознала, что правда нет границы моему списку. Потому как вот это вот все, начиная с позиционирования, несмотря на то, что я проходила тренинги создания собственного бренда, здесь конкретика. Никакой воды абсолютно. Здесь мы все научились этому. И вот несмотря на то, что уже не первый тренинг, даже в нашей команде я прохожу по социальным сетям, но все более глубоко я сделала такие осознания, что каждый вообще новый марафон, он вдавливает тему в твоем понимании, вообще в твоих мозгах настолько полно, что ты начинаешь осознавать, что да, и собственный бренд, это просто, это необходимо его развивать. Я наконец поняла, почему Катерина с нас требовала профессиональные фото именно, чтобы стояли на аватарке. Я поняла, что не могут быть тексты, направленные на всех. То есть сначала определяешь целевую аудиторию, и только потом начинаешь уже работать конкретно, создавать тексты, искать цепляющие заголовки и так далее. И вы знаете, у меня прям открылось творчество в этом отношении. То есть мне стало нравиться создавать эти тексты, создавать цепляющие заголовки. Я теперь уже не из-под палки это делаю, а мне действительно, я поняла, что профессионализм, он в том, что ты делаешь это ежедневно. Поэтому вообще, вот всем и каждому, жалко, что сегодня мало очень из нашей команды здесь присутствует, в общем, из нашей команды. Потому как вот бегают, хватают эти знания в разных местах, когда здесь есть человек, который реально на своем опыте это делает и получает классные результаты и передает нам это. Нет, наши же почему-то скачут, как кузнечики с места на место и везде хватает непонятно от кого, профессионал это или вообще не профессионал. Вы мне сначала покажите, что этот человек создал сам. Здесь я реально вижу, что эти люди, я просто, почему говорю эти люди, потому что, ну у меня Вадим с Екатериной, это можно сказать, как единое целое. Потому что Вадим наставник Екатерины, если он ее отпустил в свободное плавание, то он еще выше всего, будем говорить, как сказать, благословение все это идет. Поэтому, друзья мои, вот всем рекомендую обучаться у профессионалов и обучаться у тех людей, которые создали себя сами и уже здесь показывают свои реальные результаты. Поэтому всем рекомендую быть абсолютно на всех марафонах, расти, расти и расти. Благодарю и Екатерина, и Вадима, и за наставничество, и за то, что я сейчас нахожусь в вашем окружении, и за то, что вы у меня есть именно наставники и друзья. Благодарю, Галина, за отзыв. Действительно, вы знаете, это очень приятно, когда Галина задавала одно из последних заданий, там необходимо было сделать объявление, направленное на целевые аудитории. И вы знаете, когда стала читать, вот правильно Галя сказала, творчество у нее проснулось, потому что то, как у нее было написано, я лично нигде даже в сетях не встречала. То есть очень классно и видно, когда у человека идут, ну, реальные сдвиги, и как следствие, конечно, это приносит результат. Виталь, я тебе передаю слово. Денис, ты готовься, ты можешь сюда ко мне прийти. Спасибо. Спасибо. Доброе утро всем, как меня слышно? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Поставьте плюсики. Поставьте обратную связь. Поставьте плюсики. Поставьте обратную связь. Сам себя слышу через некоторое время. Здорово. Всем доброе утро. Я очень рад, что передо мной выступили несколько человек, моих партнеров. Классно. Такие отзывы, такие просто сдвиги в бизнесе, такие сдвиги по жизни, я вижу. Классно, ребят. Марафон, что он дает? Ну, это система. Потому что можно только в системе достичь каких-то результатов, реально. Второй марафон. Ну, вот во время второго марафона мне пришлось уехать и решать свои вопросы, чтобы поехать на Тургаяк и так далее. Вы знаете, если бы не Екатерина и Вадим, я бы абсолютно по-другому относился вот к этим вот основным моментам в жизни. Я не знаю, что бы произошло, потому что, ну, реально, преграды такие большие, чтобы я поехал на Тургаяк вместе с вами. Но вместе мы это сделали, мы это решили. Классно. Благодарю, Катя. Благодарю, Вадим. Благодарю команду, потому что каждый, каждый из вас проявил участие. И сразу же, как бы, что у меня вообще происходит в эти дни и так далее. Благодарю вас. Относительно марафона, который сейчас закончился, хочу сказать, я понял основной момент. Именно момент планирования, что мне не хватает времени. Вообще, все, все необходимое для того, чтобы у меня это было, дает именно марафон. Первый, второй. То есть, все это идет в совокупности. И благодаря этому, то есть, я все это решу, все это исправлю. Каковы результаты? Хотелось бы конкретически, Катя говорит. Ну, первый марафон, как я и говорил, по результатам первого марафона, это небольшой результат, имею в виду, именно личный, в плане дохода. А второй, это уже в три с половиной раза больше. И именно большой перевес, это идет в другой стороне, в другой ноге. То есть, огромный товароборот прошел, и все, все впереди. Вот это меня радует. Я очень воодушевлен тем, что я еду вместе с вами на Тургаяк. Я не был на подобном тренинге никогда еще в своей жизни. Это будет очень круто. И люди, кто может принять участие партнеры, у кого осталось немного доранга, обязательно сделайте это, будьте с нами вместе на Тургаяке. Это будет классно. Благодарю команду, благодарю Катя, благодарю Вадим. Благодарю за отзыв. Я рада, что все благополучно разрешилось. Так, и сейчас я передаю слово Денису Дронову, он находится рядом со мной. И потом наши красавицы из Данереченской, готовьтесь, потом слово передам вам. Всем привет, меня зовут Денис Дронов. Я школьник бывший, мне 17 лет, только что закончил школу. Вчера мне звонили в Минске университеты, я жил в Нижнем Новгороде, там подавал заявку. Мне говорят, вы прошли на коммерцию, вы когда к нам придете учиться? Я говорю, никогда, то, что вы даете, я уже за неделю научился. Еще пара марафонов, я у вас могу лекции вести. Ну, в общем, я не учусь больше. Что произошло за время марафона? Вообще, как я сюда попал? История простая. Я хотел подавать документы, а мне маме говорю, мам, что делать, сюда подавать? Она говорит, у тебя два варианта. Либо ты подаешь документы, либо ты приезжаешь сюда ко мне в Тольятти и делаешь деньги. Ну, я репуту чесал ногой, думаю, да, надо. Вот так я оказался, и просто в первый же день марафона я понимаю, что здесь не расслабишься. Потому что первое, что началось, это я сонно и просыпаюсь, смотрю марафон, а мне говорят, надо сделать профессиональное фото. И все, пошло соображение, значит, надо постричься, надо туда-сюда. Сделали. И дальше начинается спрос. Сделайте репост на странице. Вот честно скажу, мне год было, извините за выражение, стрёмно, потому что я не верил в это всё. И так, ну, я друзьям рассказывал, мне говорят, да не-не-не, это всё фигня, что-то там раскладывается. Я сюда приехал, я, вот, погромче. А, погромче? Сейчас, стараюсь. И просто, хоп, я делаю репост, я выкладываю это в Инстаграм, и мне вчера друг набирает, говорит, как все дела? Я говорю, у меня всё окей, всё круто. Он такой, ну, я вижу, тебе нравится, уверенность появилась. Марафон – это то, что делает из тебя Орлёнка Орла. Я сижу, я понимаю, как у меня там сзади где-то крылышки прослёл. В общем, спасибо всем, было очень классно. Спасибо маме, спасибо Вадиму Юрьевичу. Надеюсь, это будет не последний мой марафон. Всем спасибо. Благодарю, Денис, за отзыв. Давайте передаю я дальше слово. Дальний Реченск. У нас там есть рекордсмены. Чувствую, что там у них энергия прям прёт. Наталья, Валентина, вам слово. Спасибо. Открывай. Ну да, всё. Добрый день. Напишите, как меня слышно, как меня видно. Всё отлично. Ну что, ребята, хочу сказать. Закончились наши испытания. Закончился этот марафон. Конечно, трудно было, правда, что говорить. Особенно в соцсетях, особенно, когда с интернетом ещё не в ладах. У всех всё закончено, а мы всё сзади, сзади. Всё время последнее. Но, тем не менее, даже сегодня, перед тем, как выйти на этот последний марафон, сегодня заключительный, и у нас пошли подписания, и мы даже вот это последнее задание не выполнили, потому что мы сидели, подписывали людей, открывали апгрейды и занимались вот этим подписанием, включением. И чем я себя подбадривала? Во-первых, я сделала по указанию Кати. Вот все марафоны свои я расписала везде. На электрической печке, на холодильнике у меня висит аффирмация. Даже в комнате на стене. И когда так глянешь на себе, прочитаешь эту аффирмацию, я прохожу марафон легко и играючи, деньги ко мне приходят легко и играючи, улыбнёшься и дальше начинаешь заниматься своими делами. Поэтому действительно марафон прошёл легко и играючи, это точно. Но хочу сказать, что пока у нас проблема небольшая с соцсетями, но будем осваивать. Когда чему-то учишься, тем самым растёшь. Поэтому нормально всё. Конечно, если Юля делает за час, я сижу три часа. То, что там в интернете надо выложить, поставить, кликнуть. Гоняюсь одно объявление, потом я его теряю, потом ищу, как опять восстановить, потом ставить ссылку и так далее. В общем, это всё смешно, конечно, но, тем не менее, приходится проходить такие трудности. Но самое главное, что меня ещё подбадривало? Конечно, возраст не 25, тем более 35 градусов жары. Сами представляете, да, как вообще проходить марафон в такое время. И я себя подбадривала тем, что я себе говорила. Вот если я сейчас приложу усилия, как можно больше усилий сейчас, и вот это, этот результат будет кормить меня всю жизнь. И вот это меня подталкивало к тому, что я шла дальше и больше. Ну, естественно, я выросла и профессионально, и внутренне, и внешне. Даже сам стали Юли замечать. И взгляд изменился, и походка там такая, быстрая, да, лёгкая. Но, тем не менее, фотографии вот эти, что мы выложили, правильно, вот Денис сказал, заставляет человека подтянуться, заставляет на себя посмотреть как бы с другой стороны, под другим углом. И вот Катя у нас и Вадим, они у нас, знаете, как стратегии, они так заранее распланировали все действия, чтобы этот марафон дал хороший результат, и при этом все партнёры выросли. Не только внутренне, но и внешне. Дал, это чтобы марафон даёт личностный рост. Ну, и ещё хочу сказать, что каждый марафон даёт усиление предыдущего. Ну, естественно, надо работать над собой, повышать свою самооценку. И я никогда не забуду, когда мне Вадим сказал, ну, звезда, выходи. Ну, и вот звезда вышла. Так что вот перед вами очень много, конечно, подключений, даже сама не ожидала, разрешила своему подсознанию, что это возможно. И у меня в этот раз доход 77 490 рублей. Никогда такого не было. Так что... В общем-то, я большая молодец. Это я сама себя хвалю, и тем самым повышается моя самооценка. Поэтому у марафона, конечно, эффект накопительный. Чем больше мы тренируемся, тем будет больше результат. И если вы хотите, а вы, естественно, этого хотите, улучшить свою жизнь, предложить надо все усилия, где-то трудно, где-то от себя надо дисциплинировать, распланировать время, естественно, быть ежедневником в руках, потому что вот это распыляешься на всё, туда-сюда, и бывает не успеваешь всё выполнить. Но, тем не менее, это заставляет сконцентрироваться, и чем ты это делаешь лучше с каждым разом, тем у тебя больше результат. Поэтому не откладывайте. Разговаривала... Вот Людмила Дорохова. Немножко с ней разговаривала. Поэтому не откладывайте, как говорится, на потом. Берите в руки бразды вот эти правления. Выходите на марафон. Но, естественно, приложив усилия, они вас будут кормить всю жизнь. Так что спасибо. Здравствуйте, друзья! Скажу честно, во-первых, я согласна со всеми выводами, которые тут прозвучали. Я благодарна, так же, как и все, Кате, Вадиму. А про себя скажу вот что. Очень важно всегда идти в ногу со временем. Я здесь ощутила это, но в полной мере. Когда в мир пришел компьютер, я избегала, собственно говоря, его освоения, знакомства с ним, постоянно думая о том, что уже ухожу на отдых, и мне это не надо. Но оказалось, так надо. Развиваться человек должен всю жизнь. Абсолютно всю жизнь и абсолютно каждый. И вот раз пришло это в мир, хочешь, не хочешь, надо было это принять, надо было начать это осваивать. Насколько легче и быстрее я бы выполняла все задания, и со всем бы справлялась легко и просто. Но, несмотря на то, что я очень сильно отстала и никак не могу наверстать упущенная, результат меня очень впечатлил. Именно моего активного дохода. 22 тысячи с половиной рублей за три на неделе. Это очень хороший показатель. Не говорю уже о пассивном доходе. Поэтому, друзья, марафон – эффективнейший метод в нашем бизнесе. Инструмент очень замечательный. Смело нужно в нем участвовать, чтобы быстрее получить результаты. Мы хотим жить достойно, и надо это делать быстрее. Особенно нам. Всех благодарю за внимание. Спасибо. Благодарю, Наталья. Благодарю, Валентина. Действительно, очень радует. Вообще большие молодцы. Почти на другом, как в конце страны, так далеко сами. Они действуют, берут все в свои руки. Вообще огромные молодцы. Я поздравляю вас с вашими рекордами. Восхищаюсь так держать. Знаю, что у вас рекорд. И я вам хочу сказать, пора ставить уже новый рекорд, как минимум в 2-3 раза больше, чем сейчас есть. Давайте сейчас я хочу подвести итоги, что же у нас получилось. Вчера вечером я посчитала результат, а сегодня еще уже 2 заказа прошло. Я знаю, еще будет последствия. Вы понимаете, что вот этот результат, о котором я сейчас скажу, фактически он не конечный, потому что, как правило, после наших марафонов еще где-то неделя-две идет как последствие марафона. И что у нас получилось? У нас с вами прошло 22 заказа по 140 евро, 19 заказов на 550 евро, 5 заказов 1100 евро, 1 заказ 5500, 1 7500, 1 48 750. Итого, ребят, у нас за вот этот период марафона прошел 51 заказ, и мы сделали с вами товарооборот 80 230 евро. Чтобы было понятно, кажется, 80 тысяч, да, много, но и не так много. Но вы знаете, я сегодня перевела это в рубли. А в рублях это получается 5 миллионов 600 с лишним тысяч рублей. Я вам могу сказать, единицы компаний, единицы, где сегодня в России проходит такой товарооборот за три недели. Поэтому я поздравляю вас всех, всех, кто участвовал, потому что не бывает одного победителя. Побеждает команда в целом, потому что играет вся команда. Поэтому вы можете себя поздравить, вы огромнейшие молодцы. И я так думаю, что сейчас пора уже поговорить со своими людьми. Вы можете им показать вот эти результаты. Потому что ближайшее, что нас ждет? А, я хочу отметить все-таки несколько человек. Значит, по количеству заказов у нас на первом месте это группа Юлия Дикун. по личным, по личным действиям, да, по личному результату, по количеству заказов. Наталья Макеева тут бесспорно молодец, огромнейшая. Виталий Котров поздравляю по товарообороту. И в целом могу сказать, молодцы все. Все можете записать себе в победу, потому что в моей команде это рекорд. Я поднимала, ребят, товарооборот. У меня был там 127 тысяч, 127 тысяч был товарооборот, но он был за месяц, а это за три недели. И у нас с вами еще до конца месяца почти две недели. Самое время потянуть все свои ранги. Я знаю, что кому-то осталось чуть-чуть до сапфира, кому-то осталось чуть-чуть до рубина. Вы это можете сделать, у вас есть все, у вас есть навыки, у вас есть опыт. И самое главное, как Наташа сказала, вот эти действия будут кормить потом всю жизнь. Поэтому есть мотивация. И что будет в ближайшее время? Я тоже уже жду, не дождусь. Субботу мы выезжаем. Я знаю, там кто-то пораньше, Юля уже выезжает, в пятницу, да, или в четверг в ночь. Мы выезжаем на Тургаяк. Я с огромным вообще, ну, как сказать, ожиданием уже рада, что мы скоро все встретимся. Целая неделя будет специальных тренингов. Вадим готовит для вас что-то потрясающее, что-то волшебное. Это я вам точно могу сказать. И уже сейчас, ребят, вы можете сообщить всем своим знакомым, поделиться своими ощущениями, потому что после Тургаяка мы запускаем новую волну марафона. Поэтому прямо сейчас готовьте людей, потому что я знаю, что вы все зайдете опять на марафон, потому что вы видите результат, вы чувствуете это по финансам, по своему состоянию. Здесь очень важный момент, чтобы с каждым из вас на следующем марафоне было, ну, хотя бы два-три человека. и тогда вот этот результат может увеличиться ну, как минимум в три, а то и в шесть раз. И это нам по силам. Значит, это касаемо марафона. Сейчас я выключу запись. Так. что, это work. Это